Вадим Дорофеев Дмитрий Дьяконов сыграл свою первую роль в 2001 году во второй части сериала «На углу патриарших». Зрителям актер был известен благодаря сериалам «Братаны» и «Реальные кабаны». Премьера «Реальных кабанов» состоялась в 2010 году, а «Братаны» вышли на экраны в день похорон Дмитрия Дьяконова. Всего актер успел сыграть чуть больше 20 ролей. Дмитрий Дьяконов ушел из жизни 26 февраля 2009 года. Ему было всего 29 лет. Причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность. Виталий Ленецкий начал активно сниматься в кино с начала 2000-х. Славу ему принесла роль Олега Пожарского из остросюжетного сериала «День рождения буржуя». Также Виталия Ленецкого можно увидеть в фильмах «Украденное счастье», «Отряд», «Внеземной», «Гувернантка», «Третьего не дано» и во многих других. Всего актер сыграл около 70 ролей в кино и сериалах. В 2014 году Виталий Ленецкий был приглашен на главную роль в фильме «Гнездо горлицы». Позже съемки приостановили, а когда они возобновились, актера уже не было в живых. Финал сериала был изменен в связи со смертью исполнителя главной роли. Виталия Ленецкого не стало 16 июля 2014 года. Ему было 42 года. Причиной смерти актера стал несчастный случай – он упал с лестницы. Похоронили Виталия Ленецкого на Берковецком кладбище. Андрей Харитонов прославился в 1980 году. В тот год он сыграл главную роль в фильме «Овод». Далее последовали главные роли в лентах «На гранатовых островах», «Ассоль», «Вольный ветер», «Человек-невидимка» и в других. Более активно Андрей Харитонов снимался в кино до начала нулевых. Всего в фильмографии актера более 40 работ в кино. 23 июня 2019 года Андрей Харитонов ушел из жизни. Ему было 59 лет. Причиной смерти стал рак. Актер перенес 6 операций, но победить болезнь не удалось. Тело артиста было кремировано, а прах захоронен на родине в Киеве на Байковом кладбище. Игорь Ишмаков сыграл свою первую небольшую роль в фильме 2004 года «На верхней масловке». В 2008 году актеру досталась главная роль Глеба Лобова в сериале «Я лечу». Также он сыграл заметную роль в сериале «Бумеранг из прошлого». А в 2010 году снялся в роли сержанта Петра Силантьева в «Ленте туман». В 2010 году стало известно о том, что у Игоря Шмакова обнаружен острый лейкоз. Актеру требовалась пересадка костного мозга. Первая операция прошла успешно, но вскоре потребовалась вторая, которую актер не смог перенести. Игорь Шмаков умер 6 октября 2011 года. Ему было всего 26 лет. Похоронен актер на Троекуровском кладбище. Роман Гречишкин появился на экранах в 2004 году. В одной из серий телесериала «Близнецы» он сыграл эпизодическую роль. В том же 2004 году Роман Гречишкин сыграл главную роль Митти в короткометражном фильме «Фотоохота». Многим зрителям актер был известен благодаря роли Вольфа Мессинга в юности в сериале 2009 года «Вольф Мессинг, видевший сквозь время». Премьера сериала состоялась уже после смерти Романа Гречишкина, а его роль была озвучена другим актерам. Также в сентябре 2009 года вышел фильм «Золото скифов», в котором успел сыграть актер. Романа Гречишкина не стало 8 января 2009 года. Ему было всего 27 лет. Причиной смерти стало ДТП. Покоится актер на Ознобишинском кладбище Подольского района Московской области. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok